Доброго времени суток, с вами по-прежнему Арталаски. И сегодня мы уже практически заканчиваем цикл анимаций по этому персонажу, а в более поздних видео будем эти анимации вставлять уже в сам движок. А прежде чем мы начнём, я хочу порекомендовать вам канал Знающие Чайники. Эй, ты думаешь этот знак не для тебя? Тут сказано подпишись, ты подписался? Я знаю, что ты смотришь! Давай, докажу тебе это! На котором вы найдёте авторские видео, посвящённые анимации и созданию персонажей. Канал ещё только развивается, но там уже есть что посмотреть, так что подписываемся. Значит, у меня здесь, как и в прошлых видео, уже практически всё подготовлено. Размер спрайта по-прежнему 32х32 пикселя и персонаж отделенный от фона. По-хорошему, конечно, можно сразу изменить размер изображения и сделать его в ширину, например, 48 пикселей. Точнее, сделать это с размером холста и поставить стрелочку вот здесь. Переключиться на пиксели и поставить ширину. Давайте даже 64 поставим. Хотя нет, 64 это многовато. Поэтому остановимся на 48. Этого уже будет более чем достаточно. Сам принцип анимации будет таким, что вот эта вот рука будет, естественно, перекатываться, так сказать, сюда по дуге, разворачивая также торсы и голову. Но, а само лезвие как бы будет оставлять за собой такой шлейф и как бы вот эта вот часть, допустим, она у нас будет просто такая вот белая. И по-хорошему, сделать бы ее подлиннее, примерно вот до сюда. А по-хорошему, для динамики, это шлейф как бы еще сделать с таким вот заворотом. Как бы вот такая вот дуга получается. То есть, само движение получается как бы отсюда, вот по такой дуге. Окей, удаляем пока лишнее. Хотя нет, я его пока просто спрячу и продублирую этот слой. Теперь создаем новый кадр. И меня сейчас интересует такой вот промежуточный кадр, который будет сглаживать переход от обычной стойки до финальной позы, когда он заканчивает удар. Но вот так вот сходу его сейчас придумать не очень просто, поэтому я сейчас сделаю именно финальную позу, когда вот уже удар нанесен. То есть, само движение уже закончилось. Во-первых, это будет легкий наклон вперед, так как он как бы будет вытягиваться слегка. Только здесь уже ноги лучше оставить на месте, иначе будет немного неестественная поза. А вот торс можно двигать хоть на 2 пикселя. И значит теперь эту руку, в принципе. не будет видно вообще, так как она уходит туда вот, в эту сторону. А вот передняя рука. А с ней тут гораздо все поинтереснее. По сути у нас как бы вот вся эта часть получается. Я сейчас отрезаю и вставляю на новый слой. По сути, мне сейчас проще всего будет отразить именно по горизонтали. Что-то вот типа такого. И заодно по вертикали. А тогда вот что-то уже более натуральное получается. Правда, сам меч здесь придется немного подредактировать. Но это сейчас уже на месте посмотрю. А руку, в принципе, тоже можно опустить. Чтобы она была как бы слегка такой вот прямой. Теперь, когда стартовый кадр и финальный готовы, нужно сделать несколько кадров для сглаживания. Но здесь важно не переборщить с плавностью, так как тогда будет теряться как бы сама динамика удара. И поэтому анимация будет выглядеть не так, как должна. Поэтому между первым и последним кадром создаю новый. И дублирую самый первый слой. Теперь нам нужно создать промежуточный кадр между вот этой стойкой и вот этой позой, когда уже удар закончен. То есть, например, сделать, чтобы рука с оружием, например, была где-то вот в этой области, а не уже в верхней точке. Поэтому в первую очередь отделяю ему именно руку. И поворачиваю его на 90 градусов. Если включить анимацию сейчас, уже что-то такое похожее и достаточно резкое. Но тем не менее не хватает еще кое-какой динамики. А именно было бы не лишним сделать хотя бы на один пиксель, а именно передвижение самого торса. Примерно вот так. Но так как у нас следующий кадр имеет практически такое же положение ног, то здесь, пожалуй, ноги оставим в покое, а переместим именно торс. Буквально на один пиксель. И, кстати, руку тоже нужно не забыть эту стереть. Оно как бы оставить о ней напоминание. Вот такие вот два пикселя оставить. И слегка их тоже затемню, чтобы они не сливались. Вот так. И так же будет не лишним здесь сделать хоть какой-нибудь поворот головы. Так вот, буквально на один пиксель. То есть, чтобы это все было более-менее плавно. Теперь нужно добавить практически те же самые кадры, но плавного опускания клинка. Для этого создаем новый слой и новый кадр. Но для начала можно включить предыдущий. Я объединил эти два кадра в одну папку. Здесь как бы отдельно рука и отдельно сам персонаж. А сейчас у нас с этим будет удобнее работать именно на новом кадре, который я сделал. Сейчас, если его здесь включить, и эти два кадра тоже, то я практически оставляю то же самое, а получаю уже более плавное опускание оружия. То есть, получается как бы такая маленькая пауза, которая это все сглаживает. Но между этими двумя кадрами следует сделать еще один, продублировать эту папку. И эту руку слегка вот так вот приподнять. Можно, в принципе, даже на 90 градусов. А здесь уже не страшно, что она будет закрывать лицо. И, кстати, будет не лишним добавить здесь тоже намек на эту руку, на заднюю. Чтобы как бы обозначить, что она там все еще есть. Но теперь на этом кадре следует сделать лучше дубляж. И здесь уже руку слегка опустить. Даже я могу слегка вот так придвинуть. И сделать как бы такую инерцию персонажа, когда он чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть, а буквально на один пиксель так вот назад отъехал. вот так. И в следующем кадре с дублированной папкой. Он не содержит как бы еще на несколько пикселей. Ну, в принципе, даже одного будет достаточно. И здесь эту руку можно слегка повернуть. При этом, конечно, пиксели сильно исказятся. Но, в принципе, в движении это будет не так страшно. Посмотрим, что получилось в итоге. Как бы все равно удар, хоть и смотрится достаточно резко, но какая-то плавность в нем присутствует. А, пожалуй, это лучше убрать. Поэтому второй кадр удаляю. Ну, теперь получилось, что он просто как будто вращает это рукой. Получается такое движение по кругу. Чтобы это исправить, можно вернуть обратный кадр и также расставить тайминг. Тогда получится что-то вроде такого. То есть, видим, что у него как бы такая пауза, резкий удар. Там у него как бы такая вот небольшая пауза. И потом уже более-менее плавно рука возвращается в свое положение. Если все это убрать и поставить у всех кадров 0,1 секунду, то как бы сильно ничего, конечно, не изменится. Но все равно уже нет такой вот четкости. Как бы такое размыленное движение получается. Но если в стадии самого удара, когда вот он уже нанесен, как бы финальная пуза, а здесь поставить паузу побольше, а кадр, который для сглаживания между вот этой и вот этой позой, а его сделать, наоборот, практически незаметным и поставить без задержки. И тогда получится уже такая вот фиксированная четкая анимация. Но в этой анимации очень не хватает как бы такого шлейфа от удара, который будет делать эту анимацию значительно зрелищней. А значит, чтобы его сделать, я добавлю отдельный слой и сразу же добавлю его в папку, которую дозову эффекты. ну, почти. А его сделать, в принципе, вообще достаточно просто. А также берем ту же самую абсолютную кисть и значит, начинаться он будет уже даже, в принципе, со второго кадра. включаем папку эффекты на всех кадрах. И здесь сразу непрозрачность. Ну, в принципе, оставляю на 100%, изменяю именно ее уже в непрозрачности слоя. А значит, суть. Как бы мы рисуем след от самого меча. то есть он у нас сейчас из этого положения перетекает в это. Мы как бы это сглаживаем вот такими вот линиями. А я сейчас специально делаю их черными, чтобы как бы не путаться, так как меч, то есть здесь белый. Вот. И просто для удобства я его как раз таки делаю вот таким вот черным цветом. и то же самое теперь проделываем на остальных кадрах. А здесь уже, по сути, делаем точно такой же шлейф, но как бы короче, а как бы он уже затухает. Поэтому мы его вот так вот незначительно уже делаем. На остальных его, в принципе, уже рисовать не нужно. А теперь, значит, нажимаю Ctrl-I, чтобы этот черный цвет инвертировать в белый. И делаю это с каждым кадром на каждом слое. И теперь есть два варианта. Либо оставить как есть, а оно тогда было бы неплохо целить их тем же цветом, что и сам меч. То есть, например, вот таким вот. В принципе, здесь уже можно даже и не оставлять. Хотя нет, оставим, но сделаем его таким вот, практически непрозрачным. На 12%. Вот. Либо оставить белый цвет и непрозрачность убавить, допустим. А то, ну не знаю, надо смотреть, в принципе, на глаз. Вот вроде как 70% вполне подходит. последний момент, который здесь остался, это движение ног. Они практически не двигаются на протяжении всей анимации. То есть, в одном кадре они как-то вот изменились, и то половина закрыта шлейфом от меча, а в остальных всех кадрах они как бы вообще практически не двигаются. и в принципе из всех этих кадров здесь, думаю, достаточно будет исправить их только вот в этом. Также это можно сделать и во втором кадре. Добавить здесь вот такой вот пиксель. в конце я решил также сделать на первом кадре 0 секунд задержки, и тогда удар уже получился более таким выразительным и как бы смотрится уже поинтереснее. Ну что ж, вот такая простая анимация удара у нас получилась, и уже в следующих видео, я думаю, будем вставлять все эти анимации в движок Unity, и продолжим делать платформер. Ну а с вами был Арталаский, и я не прощаюсь, а приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. До завтра! Главное, что ты смотри, а значит с тебя лайк, подписка и комментарий. Я жду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok